Здравствуйте! В эфире новости. В студии работает Эльдар Рафиков, сурдоперевод Жангуль Женусовой. И в начале выпуска коротко о главном. С 23 августа казахстанцы смогут посещать центры обслуживания населения без обязательного бронирования. При этом сохраняется порядок проверки статуса граждан по системе АШЭК. В Семее прошло оперативно-профилактическое мероприятие Борышкера. Автомобили граждан, не оплативших налоги и штрафы, были водворены на спецстоянку. Неправильно припаркованные автомобили при пожаре в многоэтажных домах мешают работе спецтехники. Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям проводят разъяснительную работу среди населения. В стране 354 школы не готовы к новому учебному году. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Генияд. Передает Казымфорум. По ее словам, на сегодняшний день Министерством образования и науки принято решение о переходе образовательных организаций на традиционный штатный режим обучения на 2021-2022 учебные года. Сейчас совместно с акематами санитарно-эпидемиологические работники проверяют готовность школ к учебному году. В том числе они проверяются на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. Проводится проверка состояния школ, нанесение знаков для соблюдения дистанции детьми и наличия санитайзеров, а также проведение контроля в ходе в школу. На сегодняшний день 354 школы не готовы. Проверки будут проводиться до 25 августа. Только одна область в стране находится в зеленой зоне. Межведомственная комиссия при правительстве Республики Казахстан по недопущению распространения коронавируса в Казахстане опубликовала матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана. По состоянию на 20 августа передает Казинформ. Согласно официальной информации, на сегодняшний день в Казахстане только Туркестанская область находится в зеленой зоне. Все остальные регионы страны находятся в красной зоне. Рядом с крупными ресторанами выставляются полицейские посты. Об этом сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Айжан Есмагомбетова передает Казинформ. Сегодня, несмотря на ограничительные меры, в регионах проводятся торжества и, соответственно, ведется работа мониторинговых групп. Даже при распространении вируса игнорирование карантинного режима со стороны населения продолжается. В настоящее время в регионах с повышенным уровнем заболеваемости местные исполнительные органы вынуждены принимать дополнительные меры. В Восточно-Казахстанской области при крупных ресторанах выставляются посты полиции. По словам Айжан Есмагомбетовой, в данных вопросах у каждого человека должна быть высокая гражданская позиция и ответственность. Потому что, нарушая карантинные мероприятия на свадьбах, они способствуют распространению вируса. Поэтому, учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, лучше отказаться от проведения ТОИВ и пройти вакцинацию против коронавируса. Жители Абайского района Восточного Казахстана принимают активное участие в массовой вакцинации против коронавируса. Жители некоторых сел полностью привиты против инфекционного заболевания. До сентября специалисты планируют завершить прививку в полном объеме. Жительница села Медеу Мирамгуль-Искакова болеет сахарным диабетом. Она рассказывает, что в период обострения коронавируса у нее были опасения, что инфекция осложнит ее хроническое заболевание. Поэтому, по совету врачей, Мирамгуль одна из первых сделала прививку от вируса. В целом, население села Медеу полностью вакцинировано против опасного вируса. Специалисты утверждают, что жители населенного пункта полностью охвачены прививками. Раньше тоже делались прививки. Считают, что нужно вакцинироваться, чтобы вернуться к прежней нормальной жизни. Для удобства сельчан во время уборочной и сенокосной кампании врачи организовали передвижные прививочные пункты. Администрация района осуществляет бесплатный подвоз работников с отдаленных хозяйств к поликлиникам. По району 10 населенных пунктов. Из них два были полностью привиты. Это села Тохтамыс и Медеу. А потом вакцинировались села Каскабулак и Архат. Всего в Абайском районе должно быть привито более 11 800 жителей. Сейчас 70% из них прошли вакцинацию. До конца этого месяца врачи обещают полностью завершить вакцинацию жителей района против коронавируса. С 23 августа казахстанцы смогут посещать центры обслуживания населения без обязательного бронирования. При этом сохраняется порядок проверки статуса в системе АШИК. По словам председателя правления госкорпорации правительства для граждан Аделия Кожикова, поскольку обязательное бронирование является главным требованием санитарных врачей, такой режим работы не позволял принимать всех клиентов. Ведь в течение рабочей недели некоторым гражданам трудно найти свободное время для бронирования. Клиенты с безопасным и нейтральным статусом теперь могут получать государственные услуги без обязательного предварительного бронирования. При этом возможность встать в очередь электронным способом остается в прежнем порядке. Преимущественно здесь в том, что к оператору можно обратиться без очереди. Кроме того, госкорпорация интегрировала систему выдачи талонов САШИК. Это позволяет проверить статус клиента даже при выдаче талонов очереди в ЦОНИ. При наборе ИИН клиента в терминале информация идентифицируется с данными системы АШИК. При обнаружении опасного статуса программа не распечатывает талон. В областном центре дом, возведенный по госпрограмме, трещит по швам. Жильцы заселились сюда почти год назад, но в доме уже зияет огромная трещина. Они опасаются находиться в собственных квартирах, так как боятся оказаться под завалами. Ведь, как признались сами жильцы, стены могут обрушиться в любой момент. В этот многоквартирный дом, расположенный по улице Есенберлина, жильцы заселились в декабре прошлого года. Однако радоваться покупке новой квартиры пришлось недолго. По словам жителей, трещина – далеко не единственная проблема. Ранее их беспокоила крыша, через которую в дождливые периоды проникала вода внутрь дома. Внушительная трещина, трещина, которая составляет 11 сантиметров, растянулась с первого по пятый этаж. Это серьезно пугало жителей. Нам очень страшно жить в таком доме. Его смело можно назвать аварийным. Здесь живут семьи с детьми и пожилыми людьми. Мы больше всего за них переживаем. Качество дома оставляет желать лучшего. Мы копили деньги, брали ипотеку, а в итоге получили такой вот дом. Сначала начались проблемы с крыши. Весной через крышу вода проникала внутрь дома. Затем эта трещина. Есть еще множество и других проблем. Конечно же, мы обращались к сотрудникам подрядной организации, но нас проигнорировали. Как стало известно, дом был построен по заказу отдела строительства города Усть-Каменогорска, а сумма проекта составляет около 406 миллионов тенге. По словам директора подрядной организации, причиной появления трещины могло стать то, что дом дал усадку. Строительство началось в 2018 году, закончилось оно в 2020. Какие сложности у вас возникали при строительстве? Возникали сложности разного характера, которая решалась путем совещаний. Сложности были с геологией данных домов. Касательно серьезности данного вопроса и причину возникновения данного вопроса, данной проблемы, я сейчас комментировать не могу, потому что так как я являюсь заинтересованным лицом, во-вторых, до этого должны ответить компетентные органы. Такие предприятия, у которых есть лицензии и разрешительные документы на проведение данных работ. То есть, считается, чтобы голословным не быть, я предлагаю, вот сейчас жителям, мы собрались, предложил, давайте составим рабочую комиссию, пригласим специалистов и проведем техническое обследование данного дома, чтобы выявить причины и, скажем, возможные последствия, а также устранение данного проблемы. Предварительная версия, скорее всего, этот дом дал усадку, не прогрессирующую. Возмущенные жители также отметили, что планируют обратиться в суд, если проблема с домом не будет решена. Самад Сикенов, Араилым Нигметолакзе, Нуржан Каликенов. Около 5000 человек, потерявших работу в Восточно-Казахстанской области, получают социальные пособия. По данным областного информационного центра, уволены получают социальные пособия в течение периода от 1 до 6 месяцев, в зависимости от времени участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 2 года. Пособие за счет фонда составляет до 40% от прежней заработной платы гражданина. В стране 78 тысяч человек получают такие пособия, в том числе 4660 восточно-казахстанцев. 50-52 тысячам граждан в этом году такие социальные выплаты назначены впервые. Получить пособия граждане могут независимо от причин увольнения. Цель – цель – финансовая поддержка со стороны государства, пока человек не устроился на новую работу. В семье специализированной школе-интернате номер 3 состоялся конкурс по приему на работу учителей. Ранее уже сообщалось, что с начала учебного года в Казахстане начнут действовать новые правила приема на работу педагогов. Согласно введенным нормам, теперь процесс трудоустройства будет проводиться коллегиально с участием членов коллектива и представителей общественности, а не как раньше, когда директор учебного заведения фактически единолично принимал решение. Школа-интернат номер 3 имеет богатую историю. Это учебное заведение было создано специально для обучения слабовидящих детей. Уникальность его в том, что школьники не только обучаются и получают среднее образование, но и проживают здесь практически весь учебный год, уезжая домой только на каникулы. Созданный при школе-интернате попечительский совет совместно с руководством учебного заведения делает все, чтобы дети с особыми потребностями были полностью обеспечены всем необходимым, а самое главное – качественными знаниями. Очень хорошие показатели у этого интерната. Ежегодно несколько ребят, выпускников этого интерната поступают в высшие учебные заведения именно на грант. Это хорошие достижения, хорошие показатели, причем на очень серьезные профессии поступают. В этом учебном году Министерством образования и науки Республики Казахстан вводятся новые правила приема на работу учителей школ. По словам специалистов, к необходимости введения этих правил логически подталкивает рост зарплаты учителей. Это стало привлекательным фактором для преподавателей, и сегодня многие из педагогов хотят работать именно в школах. У нас сейчас есть вакансии учителя физической культуры, учителя биологии, химии, истории. И вот на эти вакансии мы через МБКЗ объявили конкурс. Идея этого конкурса сейчас идет от Министерства образования. Сейчас выходят новые правила приема на работу, и прием осуществляется коллегиально. Сегодня в некоторых городских школах на вакансии предметников впервые появилась очередь из желающих трудоустроиться. Директор школы-интерната для слабовидящих детей уверен, что такая конкурентная среда, в свою очередь, должна отразиться и на улучшении качества обучения. Действительно, кадры решает все. Вот какой учитель придет, с каким багажом знаний, с какими умениями. Человеческий фактор, его тоже может сказаться на том, что учебно-воспитательный процесс, воспитательная работа должно быть, конечно, на должном уровне, если хороший специалист. И я хочу сказать, что про прошествия уже двух этапов очень отрадно, что приходят хорошие специалисты. Теперь исключается практика, когда решение о приеме на работу педагога принимает директор единолично. Не секрет, что действующая система назначения педагогов носит непрозрачный характер и допускает возможность проявления коррупционных рисков. Поэтому участие в конкурсных процедурах представителей общественности позволяет говорить об открытости процесса. Очень хорошо, что сегодня общественность участвует в этом процессе. Я думаю, это первый шаг для того, чтобы остановить коррупцию в системе образования. Потому что не только директор сам, самолично принимает в своем кабинете, закрывшись, вот кого хочу, того приму. А здесь уже коллектив, с одной стороны, профсоюзные организации, общественные организации принимают участие, члены попечительского совета принимают участие. Это хороший посыл. С этого учебного года, чтобы исключить негативные факторы, будет применяться система конкурсного приема на работу учителей по единым правилам. В правилах будут установлены четкие критерии отбора, процедуры проведения конкурса, а сами процессы планируются автоматизировать с помощью цифровых технологий. Самат Секенов, Азамат Калимбеков, Адильжан Бесингазинов, телеканал «Семей». В «Семей» на постоянной основе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер». В ходе очередного рейда, который проходил с 18 по 20 число текущего месяца, автомобили жителей, не оплативших налоги и штрафы, были водворены на специальную автостоянку. Сотрудниками полиции проводится постоянная работа по выявлению граждан, совершивших административные правонарушения и имеющих задолженность по штрафам и налогам. Оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер» проводится на постоянной основе. Его цель – проведение разъяснительной работы среди населения с целью недопущения административных правонарушений и оплаты имеющихся штрафов. По приказу Департамента полиции Восточно-Казахстанской области и начальника управления полицией города Семей с 18 по 20 августа на территории города Семей проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер», целью которого является взыскание наложенных административных штрафов. Это мероприятие проводится совместно с представителями прокуратуры и частными судебными исполнителями. Нарушением и повлечет за собой ответственность отмечают представители правоохранительных органов. В соответствии с законом на злостных неплательщиков оформляется штраф в размере 5-месячных расчетных показателей или административный арест до 5 суток. В ходе двухдневного рейда по городу выявлено 46 человек, автомобили которых были поставлены на спецстоянку. Сумма взысканных штрафов составляет полтора миллиона тенге. По городу Семи в настоящее время количество должников составляет 3000 человек. Их общий долг составляет 22 миллиона тенге. Наложенные административные штрафы можно оплатить в электронном виде или в отделениях банков. Несмотря на проводимую работу, граждане не спешат оплачивать имеющиеся штрафы. Вместе с тем полицейские считают, что оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер» будет способствовать своевременной уплате жителями наложенных административных штрафов и транспортного налога. Сама Цикенов, Рустем Хайратулы, Айдос Айткалиев, Телеканал Семей. В Восточно-Казахстанской области в этом году произошло около тысячи пожаров, в которых погибли 33 человека. Об этом было сказано на очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством заместителя Акима области Ержана Нурбаева. Также на совещании был рассмотрен вопрос обеспечения пожарной безопасности жилых домов в предстоящем отопительном сезоне. С начала года в области зарегистрировано 950 пожаров, 582 дома пострадали от огня, 33 человека погибли и 56 были доставлены в больницу. В большинстве случаев причиной пожара является неосторожное обращение с огнем, несоблюдение требований безопасности при эксплуатации печи, нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования. Во избежание пожаров проводится разъяснительная работа среди населения. Особое внимание спасателей уделили 8172 социально уязвимым семьям. В семье прошел рейд во дворах жилых домов по неправильно припаркованным автомобилям. По словам специалистов Управления по чрезвычайным ситуациям города Семи, в большинстве случаев при пожаре в многоэтажных домах, в работе спецтранспорта мешают автомобили, владельцы которых, не задумываясь, оставляют свои машины посреди проездов. Управлением по чрезвычайным ситуациям совместно с Управлением полиции города Семей проведен профилактический рейд. Его главная цель – привлечь внимание жителей к вопросу правильной парковки автомобилей возле многоэтажных домов. Ведь при пожаре в высотных домах неправильно припаркованные машины мешают проезду спецтехники. По городу Семей насчитывается около 80 многоэтажных жилых домов высотой более 28 метров. По словам специалистов областного департамента по чрезвычайным ситуациям, для того, чтобы спецтранспорт приступил к тушению, обычно достаточно 10 минут. Однако, чтобы выдвинуть автолестницу и подвести ее к окну, спецтехника должна подъехать на необходимые расстояния. Но, как правило, в некоторых дворах подъездные пути заняты личным транспортом. Из-за этого в поисках удобного места пожарная машина теряет драгоценное время. Жителям многоэтажных домов нередко создаются препятствия. Препятствия личной автотранспортной средства паркуются непосредственно вблизи многоквартирных домов или у подъездов, тем самым перегородив проездные пути для спецавтотранспорта. Из-за нехватки мест для маневрирования, драгоценные минуты зачастую тратится не на спасение человеческих жизней и эвакуацию, а на установку спецавтотранспорта и автолестниц. В ходе мероприятия во дворах нескольких жилых домов была проведена разъяснительная работа с автовладельцами. У многих владельцев машин есть проблема при парковке, и для них необходимо создавать такие условия, чтобы их транспорт не мешал работе пожарных, отмечают представители управления полиции. Во время рейда те, кто нарушил правила парковки, были привлечены к ответственности. В данном рейдовом мероприятии водители, мешающие проезду специальной техники, пожарные машины, были привлечены к административной ответственности по статье 597 Административного кодекса Республики Казахстан в размере 10-месячных расчетных показателей. Также за данные нарушения при искусственном создании препятствий для движения предусмотрена ответственность по статье 614 Административного кодекса Республики Казахстан. Напомним, 15 августа произошел пожар на балконе многоэтажного дома по проспекту Шакарима, где девушка 2003 года рождения спрыгнула с высоты 9 этажа. В тяжелом состоянии она была доставлена в реанимационное отделение. Надо сказать, что в момент пожара спецавтотранспорт быстро прибыл к месту происшествия, но из-за отсутствия места парковки для спецтехники подъехать близко к дому мы не смогли, рассказали сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям. Самат Секенов, Аяулым Бакатказы, Айдос Айткалиев, телеканал Семей. И в завершение выпуска штормовое предупреждение от КАЗ Гидромет. 20 августа на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер с северо-западный с порывами от 15 до 20 метров в секунду. Наши новости вы также можете увидеть на сайте семей.тв.кз. А у нас на этом все. Берегите ближнего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!